Запрещенный магнитный двигатель. Ученые, как всегда, в шоке, потому что подобных технологий не должно существовать в мире вообще, потому что они нарушают законы физики, которые написаны у нас в учебниках. Но это не значит, что законы природы именно такие, как они написаны в книжках. И генератор, который мы сегодня посмотрим, как раз-таки покажет, что законы физики на самом деле другие. И есть очень много разных технологий, которые якобы нарушают законы физики. Но они реально работают, как вечный двигатель. И этот генератор черпает энергию из металла. Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Анриэл. И добро пожаловать на канал запрещенных технологий. Сегодня мы посмотрим на новый магнитный генератор 2022 года производства. Этот генератор работает без движущихся частей. И с помощью него запитано целое здание, в котором его производят. И он позволяет экономить огромное количество энергии. И как пишут разработчики, с каждым днем все больше-больше будет новой информации. И будем надеяться, что этот генератор появится в продаже для простых людей. Ну что, а теперь посмотрим оригиналы видео с переводом. Как работает этот генератор. А вы ставьте лайки, друзья, и подписывайтесь на канал. Также, друзья, не забывайте делать репосты, чтобы как можно больше народу узнало, что запрещенные технологии все же работают. Перед тем, как вы начнете смотреть, друзья, как работает этот генератор, скажу вам сразу, что Слободян, именно тот Слободян, который делал магнитный генератор на 10 киловатт, он рассказывал, что можно построить некий аппарат без движущихся частей. То есть там просто магнитные домены переключаются, и из-за этого мы как-то получаем свободную энергию. То есть получается из самого железа. Ну ладно, смотрите внимательно, и будет все понятно. Пуро. Пуро. Пусть электрический работает. Пуро. Пуро. В 14. Поэтому электрический работает сейчас. Гонять через трансформер, транзистор, и так далее. И у меня не может понимать как сообщение, это не было до них. Но в результате, она Ngann и по nostra производству в 24 кВтх. Запрещенные технологии получения бесплатного электричества. Генератор Holcomb Energy System рассчитан на неограниченный срок службы. Спин электрона, создающий магнитные домины в электротехнической стали, будет продолжаться до тех пор, пока существует Вселенная, но не станет слабее и не иссякнет. Этот генератор может работать вечно, если его физически не уничтожить. Выравнивание и ослабление магнитных доминов ничего не делает с электротехнической сталью. Все генераторы работают, используя преимущества этого механизма выравнивания. Однако ротор стандартного генератора выравнивает домины только один раз при запуске, а затем не получает дополнительного энергетического преимущества от процесса выравнивания. Для сравнения, HES, то есть их генератор, выравнивает домины и ослабляет выравнивание, а также повторно выравнивает и ослабляет непрерывно каждые 4 миллисекунды. То есть постоянно идет работа с металлом, и оттуда у нас идет бесконечная энергия, как вот они говорят. Поэтому мы получаем эффект увеличения 250 раз в секунду. Это просто охренеть. Представьте, что прямо сейчас вы сократите свои расходы на электроэнергию и выбросы углекислого газа вдвое. Привет, я Элен Холкомп, соучредитель Халком Energy Systems. Да, мы можем это сделать. На самом деле, мы делаем это прямо здесь, на нашем объекте площадью 12 тысяч квадратных футов каждый божий день. Благодаря встроенному генератору энергии Hulk of Energy Systems, разрабатываемому более 15 лет, эта маленькая машина не потребляет топлива. Вы правильно расслышали. Бензин не нужен, потому что бака нет, так что он абсолютно не выделяет вредных веществ. И у него нет движущихся частей, поэтому он работает совершенно бесшумно, поскольку там ничего не движется. Там нет тепла, и нигде нет тепла. Встроенный генератор энергии Hulk of Energy Systems работает практически без технического обслуживания. Это Джин Браун, ведущий инженер Холком Energy Systems. Привет, я собираюсь продемонстрировать, как встроенный генератор энергии Hulk of Energy Systems получает энергию от сети, в данном случае от энергии и света Флориды, и выдает более чем в два раза больше энергии. Прямо сейчас наше предприятие потребляет чуть менее 50 киловатт. Вы видите это прямо здесь, и мы получаем около 24 киловатт от энергетической компании. Это примерно 55-процентное сокращение. Итак, с точки зрения понимания большинства людей, если бы у вас был счет за электричество в 100 долларов, вы бы заплатили около 45 долларов за такое же количество электроэнергии. Этот конкретный блок, еще один трехфазный блок, но он питает комбинацию офисов и некоторых складских помещений, а также пару ванных комнат в очень большой системе кондиционирования воздуха. Вы увидите, что у нас есть счетчики тех же типов. Один с входом энергетической компании, а другой с выходом генератора энергосистемы. На первом здесь вы увидите напряжение 212,0, а киловаттная нагрузка, которую мы получаем от энергетической компании, составляет 3,28 киловатт. А средняя сила тока на ногу составляет 10,4. Теперь вот что выдает генератор для фактической нагрузки здания. Вы увидите то же напряжение, 2,1, 2,0, но киловаттная нагрузка этого здания на самом деле составляет 7,58. И средняя сила тока на одну ногу составляет 2263. А это северное здание. И то, что у меня здесь есть, это два счетчика, которые показывают вход энергетической компании и выход генератора энергосистемы. У нас напряжение 211,8, и наши киловатты примерно равны 2, а наша средняя сила тока в линиях составляет 3,188. И если я подойду сюда к тому, что выдает генератор, вы заметите, что напряжение идентично 211,7, но киловатты 6,5, это фактическая нагрузка на здание. Средняя сила тока на трех опорах составляет 44 ампера. Так что же это такое? Это говорит нам о том, что, по сути, это вход три к одному. У меня есть 2 киловатта, поступающие от энергетической компании, питающие нагрузку в 6-5 киловатт здесь, в здании. То, что вы только что видели, это трехфазная система увеличения мощности, не похожая ни на что из существующего сегодня. Встроенный генератор энергии Halcom Energy System работает в любой сети в любой точке мира. 50 Гц или 60 Гц автоматически соответствуют требованиям этой конкретной сети переменного тока. Это работает и на возобновляемых системах, таких как ветер и солнечная энергия, что делает их гораздо более экономичными, чем сегодня. Это было сертифицировано UL и подтверждено независимыми свидетелями. Парижское соглашение по климату предусматривает сокращение выбросов на 40% по сравнению с уровнем 1990 года к 2030 году, поскольку недавние погодные явления по всему миру иллюстрируют разрушительные наводнения, свирепые лесные пожары, таяние ледников, повышение уровня моря. Нам не придется так долго ждать. Мы можем сделать это сейчас и обеспечить сокращение выбросов углерода на 50% и выше. Встроенный генератор энергии Halcom Energy System масштабируется для жилых домов, коммерческих зданий. Мы можем даже разместить его на подстанциях вдоль электросети и существенно сократить наши расходы на электроэнергию, нашу зависимость от ископаемого топлива и наш углеродный след. Эта технология совершенно новая. Такого раньше никто не видел. Он защищен патентами во всем мире, и сейчас он доступен. Привет, я доктор Роберт Хахем, изобретатель всей энергетической системы. Многие люди спрашивают, что является источником топлива для всей энергетической системы. Она когда-нибудь кончается. Источником топлива является материал, из которого изготовлена электротехническая сталь. И хотя она никогда не иссякает, это естественная энергетическая сила Вселенной. Точно так же, как энергия, которая поддерживает звездные тела Вселенной в движении, никогда не иссякает. Позволь мне объяснить. Давай заглянем внутрь ротора генератора ПОУ, чтобы увидеть, откуда на самом деле берется энергия, которая питает всю энергетическую систему. Вот звонки ротора, которые генерируют вращающиеся магнитные поля. Эти магнитные поля, в свою очередь, генерируют энергию в вызовах статора. Теперь давай осмотримся. Электротехническая сталь, из которой сделаны эти столбы, состоит в основном из атомов железа. Атомы образуют молекулы, и эти молекулы составляют электрическую сталь. Атомы железа содержат нупис, состоящий из протонов и нейтронов. Облако электронов роится вокруг ядра. Так вот, большинство электронов состоит из того, что мы называем парными электронами. Эти парные электроны не образуют магнитных полюсов, но их оставшиеся четыре электрона являются неспаренными. Неспаренные электроны вращаются по независимым орбиталям, которые генерируют магнитные полюса, как северный, так и южный полюс. Давай посмотрим на упрощенный пример того, как электроны, вращающиеся вокруг ядра атома, создают сильные магнитные поля. Спаренные электроны вместе отменяют свой магнитный полюс. Однако, неподготовленные электроны действительно создают магнитные полюса, что делает эти атомы железомагнитными. Вот изображение из захватывающего исследования, опубликованного летом 2019 года в журнале Nature Physics. Авторы смогли изобразить магнитное облако, генерируемое неспаренными электронами в атоме металла. Группа атомов в металле, которые стали магнитно-выровненными. Однако, различные группы будут смещены. Эти смещенные группы называются магнитными доменами. Домены могут быть магнитно-выровнены слабым электромагнитным полем, но когда домены выравниваются, результирующие магнитные поля становятся в 4-5 раз сильнее, чем поле, необходимое для выравнивания домена. Используя этот принцип, уникальная конструкция энергетической системы Хоуком использует и увеличивает потребление электроэнергии от 4 до 500%. Величина магнитного потока от ротора прямо пропорциональна мощности, генерируемой статором. Следовательно, требуется всего одна единица потребляемой электроэнергии, чтобы обеспечить пять единиц выходной мощности всей системы сообщества. Остальные четыре единицы мощности обеспечиваются магнитными доменами внутри стали, поскольку они выровнены слабым электромагнитным входным полем. Мы убедительно продемонстрировали это в простом эксперименте. В нашей лаборатории у нас есть две одинаковые установки. Только один сделан из стекла ПЭКС, которая не обладает магнитными свойствами, а другой сделан из электротехнической стали. Медные угольные обмотки и обе идентичны, и обе находятся в одной и той же электрической цепи, одновременно работающей в одно и то же время. Я хотел сравнить магнитный поток в обеих единицах измерения. Магнитный поток приводит в движение электроны в статере в генераторе энергии. Я подтвердил, что поток, исходящий от устройства, изготовленного из электротехнической стали, в четыре раза больше, чем у аналогичного устройства, изготовленного из дополнительного стекла. Это ясно демонстрирует, что энергия и вся энергетическая система исходят от вращения электронов и атомов, составляющих электрическую сталь. Я разработал способ сбора этой энергии путем создания относительно слабых магнитных полей, которые выравнивают крошечные магнитные домены внутри электротехнической стали, чтобы стать еще более мощными, поскольку они образуют сильную движущуюся магнитную позу. Так, в чем же смысл всего этого? Это значит, что нам больше не нужно добывать, или разрывать, или бурить, чтобы иметь наш современный мир. Энергия, питающая наш мир, была вокруг нас все это время. Электротехническая сталь сделана из железа, а железо – один из самых распространенных минералов на Земле. Я открыл способ использовать энергию вращающихся электронов в атомах, которые составляют электрический сигнал, и превратить ее в полезное электричество. Это энергетическая сила, которая управляет энергетической системой обмана. Это никогда не заканчивается. На самом деле, это было с нами все это время, и мы будем с нами всегда. Ну что, друзья, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и не забывайте заходить ко мне в телеграм-чат, потому что там очень много разной информации, которую на ютубе просто не выложить. Ссылку оставлю в описании. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok